Аллилуйя! Прикосновение к Духу, прикосновение к Духу, прикосновение к Души. И то, чем мы можем послужить человеку, это прикоснуться к Нему. Дать ему протянуть эту руку, дать ему понять, что Он не один. Он не один. И в первую очередь с Нимой Господь. Аминь. Друзья, ну, сегодня я хочу вам представить, вы уже все знаете, кто не знает, и Сергей Журавлев у нас в гостях. Я говорю, я искренне говорю, Господь, у меня есть план, когда Сергей мне написал, можно я у вас послужу в церкви. Я говорю, Господь, у меня есть план, и мы заканчиваем наше учение, наставничество, да, вторая часть. И мне такое, Господь, трудно отказывать людям, с которыми ты в отношениях. Трудно, да? И я говорю, я знаю, что через любого человека, который вне общины, он может принести свежую волну, свежую реку. Прикоснуться чем-то тем, что, может быть, замылило глаз. Или ты привык к чему-то уже, привык к речи, может быть, пастора. Или ты привык к тому, какой уклад у вас в общине. Приходит новый человек, и он что-то приносит новое. И это есть богословение. Поэтому я просто, я говорю, Господь, ну все Твоя воля Божия. Я говорю, да, Сережа, конечно, приходите. Не знаю, как, но у нас стоит вопрос, вы решили вопрос с пребыванием? Пока нет. И он тут же второй вопрос, возможно ли будет где-то у кого-то остановиться. Я говорю, я не знаю, вообще не все поменялось настолько, что я ни за кого не могу ничего говорить. Спросим, если человек, ну кто-то откликнется, пожалуйста, если же нет. Готовы кто-то взять на одну ночь, правильно понимаю, да? Как вас сестра зовут? Леночка. Вот Лена открывает свой дом. Пожалуйста, Сергей. Господь все усмотрел. Слава Богу. Аллилуйя. Лена, ваше лицо мне очень знакомо, но я не помню. Простите меня. А? Вы были у нас, слушай, один раз, да? Первый раз вообще? Вы сейчас первый раз, да? Значит, где-то пересекались, может быть. Ну, слава Богу. Я приветствую всех тех, кто сегодня у нас впервые на служении, воскресном служении. Это я знаю, у нас Анжела у нас была у нас в пятницу на шабате. Вот я теперь и Леночка, да? Он сегодня первый раз на служении. Кто еще у нас первый раз? Я. О, Андрей Йорк. Не, ну, я верю, Андрей, я верю, что новая апостась Андрея Первозванного пришла. Аминь! Я верю. Спасибо. Друзья, у нас прошла ночная молитва. У нас было восемь человек. Святые? Да. Я не к тому сказала, что святые. Я хочу сказать, что это была за два месяца одна единственная ночная молитва. И так многие желали ее. Так многие. И никто практически... Но и мы не остались, скажем так, осеротевшими. Господь нас очень мощно посетил. Мы сделали молитву до четырех часов. И за эти четыре часа мы начали в двенадцать-пятнадцать. И мы закончили в четыре часа. Но она была настолько трудовая, и мы только поклонялись последние сорок минут. Все остальное... У нас был огонь здесь. Огонь молитвы. Это был труд. Это был жертвенник. Это был огонь на жертвенники. Дрова там не кончались. Ребят, мы настолько были благословлены. И было у кого-то видение, я просто не помню у кого. У Тани. Значит, Таня сама расскажет ему. Я вам хочу сказать. То видение, о котором говорит, скажет Таня, я увидела в нем подтверждение. Потому что то, о чем мне говорит Господь в последнее время, я не перестаю повторять. Я уже Елене сказала как молитвенному лидеру. В скине нужно поднять молитву. Я не знаю, какой у тебя там кризис. Я не знаю. Это не оправдание. Но молитва в скине должна подняться. Вот то, о чем скажет Татьяна. Я не буду говорить, что мне сказала Лена. Но я хочу, чтобы Таня рассказала о своем видении. И это было подтверждение. Потому что я еще раз повторяю, что если не будет молитвы, ни одно служение не устроит. Вы понимаете, что такое молитва? Молитва – это депозит в вашем банке. Если вы не молитесь на языках, вам не на чем это масло заканчивается. Вам не на чем дальше ехать. Вы как будто приходите в банк. Вы делаете вклады. Для чего? Для того, чтобы росли проценты. Росли проценты в ваших финансах. Вы были уверены в завтрашнем дне, что у вас есть какие-то вклады. И вы можете прожить. Вот так вы заботитесь о том, что есть что пить, на что покупать, так скажем. Молитва – это тоже масло, на котором ваше духовное продвижение двигается. Понимаете? То есть вы растете. Если же вы останавливаетесь, вы не молитесь на языках. Вообще нет общей молитвы. Общей, я повторяю, общей. Вообще нет ночной молитвы. Вообще просто молитву попрали. Я вам скажу, что вы оскудеваете. Вы как из сохшей пустыни становитесь. Вы лично становитесь как из сохшей пустыни. А что говорить о служении? Вы говорите, какая стратегия? Какие перемены? Откуда взяться переменам? Откуда взяться стратегии, если нет молитвы? Откуда ей взяться? Откуда ей взяться, если ты не подпитываешь это дерево, которое посадил здесь Господь? Скинию. Откуда ей взяться? Откуда взяться этой влаги? Но это не зависит от пастора. Пастор свое делает. Это зависит от каждого человека, кто приходит в Скинию. Молитва должна подняться именно в вас. Ваша ответственность за молитву должна подняться. Вот это отношение к ночным молитвам. Отношение к общим молитвам. Отношение к личностной молитве. Да, может вы устали в стражах молитвами. Но я вам хочу сказать, никому стража не помешала. Через стражу люди только выросли. Умея час помолиться, выделить час для Господа в молитве, это великая благодать на самом деле. Это то, что нам даровано, понимаете, Господом. И это то, для чего вы выделили. Скажите, кто продолжает выделять время для стражей? Друзья, вы понимаете, высохшие колодцы, в которых нет воды, если вы перестали молиться. Это правда. Вам не на чем дальше двигаться. Поэтому болеем. Поэтому отваливаемся. Поэтому отступаем. Поэтому разочарование. Поэтому у нас грузы, гири на ногах. Я не свободен. Я устал. Ребята, в присутствии Божьем умирает всякий микроб. В славе Божьей умертвляется всякая болезнь. Вы знаете об этом? Знаете об этом? Да. Молодцы. Так вот я хочу сказать, что молитва в Скинии, она должна возобновиться. Я говорю о ночных молитвах. И я говорю, что мы вернемся к двум ночным молитвам. Не было два месяца молитвы. И то, что я увидела, я им говорю, Бог мне уже начал говорить. Но та ненавидение она просто подтвердила. И тот огонь, который был на ночной молитве. Может еще кто-то поделится из тех восемь человек, кто был. Это я говорю о своем. То, что я видела, то, что я понимала. Пускай люди поделятся. Но для меня это было очень важно. Что огонь, который прибыл на этой ночной, я говорю, он действительно восстанавливал. Он действительно воодушевлял. И он действительно давал вот это вот масло, на котором мы живем. Этот депозит, о котором я говорила в банке. Это наше будущее. Ребят, у вас нет будущего, если вы не молитесь. Я вам сразу говорю, нет будущего. Поэтому у вас, я говорю, происходят все ваши катаклизмы. Вы не знаете, за что хвататься. Когда Бог приходит и начинает проявлять дисциплину. Когда Бог приходит и проявляет дисциплину, это повод для того, чтобы обратить внимание, что происходит в твоей жизни. Что не так в твоей жизни, если пришла дисциплина? Что ты делаешь не так? А дисциплина через что приходит? Скажите мне, пожалуйста. Дисциплина. Я называю наказание дисциплиной. Дисциплина через что приходит? Дисциплина Бога, Отца или Иисуса Христа. Она приходит через испытание. Чем Господь вас может испытывать? Обстоятельства. Тут же начинает все ломаться. Тут же начинает, когда Бог хочет навести порядок, то есть проявляет к вам дисциплину. Все начинает валиться. Потому что вы брак уже с собой сдвинули, немножечко туда, в мир. На семью. Семья хорошо. Я не говорю, это не крайность. Это не крайность того, что я говорю, мне все побросали в свои семьи и только к Богу. Я говорю о мудрости и о здравии. О здравом, о здравых решениях. Что ваш фокус, он сдвинулся с Иисуса. Поймите это. Да, я понятно говорю. Если кто хочет поделиться насчет ночной молитвы. Есть желающие? Да, Юля? Юля у нас пришла после шабата и на работу. С работы и на работу, да? Пришла с работы и на работу. В субботу пошла на работу, да? Да, я опоздала даже. Голова вообще квадратная. Я обычно после ночных подхожу в воскресенье. Но, тем не менее, пришла на поклонение. Я знала, что приду и все пройдет, и все прошло. Реально, голова болела вообще со всех сторон. Виски, ну, это, от усталости. Я вообще пришла. У меня прям чуть как никогда. Все началось с того, что мы были у Галли. Долго задержались. И мне на следующий день нужно было работать. Но мы помолились, слава Богу. Мы молились. У меня еще есть это, ну, маленькое чудо. Финансы начали сыпаться. Немного, но начали сыпаться. Молились. И прямо на следующий же день было благословение. У меня и мама. Вот. И что-то у меня прям... Ну, я тоже думала, вот, оставаться долго не оставаться. Мы все затянули там домашку. Но, тем не менее, я проснулась утром бодрячком. Все было вообще прям аллилуйя. И в пятницу я пришла домой. Еле-еле вообще дошла. Как всегда. Никуда не хочется идти. Но я знала, что я так ждала эти ночные. Так хотела. Пришла вообще. Все опять. Ноги квадратные. Голова квадратная. Все болит. Все плохо. И я такая, так не хочется. С одной стороны, не хочется. С другой стороны, хочется. Я знаю, что в духе хочется, физически не хочется. Но, слава Богу, все вообще. Как рукой сняла первые 15 минут. И как пошло, поехало. На самом деле, очень сильная была молитва. И самое прикольное, что ты стоишь и думаешь, о чем молиться. Ира уже начинает эту тему. То есть мы как бы... Я понимаю, что я хочу уже говорить об этом. И прям такая смелость была. Такое дерзновение. И вообще не хотелось даже, чтобы она заканчивалась. Вот. И прям после этого сразу чувствуется, ну, и бодрость. В первую очередь в духе бодрости. Ну, и вообще, как Бог дает очень сильные силы. И вчера тоже я нормально встала. Мало спала. Конечно, не хватает восстановления. Но все равно Бог дал силы. И спокойно отработала до 11. И приехала домой. И вообще, как бы все, слава Богу. И на самом деле, ну, прям, это то, мне кажется, это прям ради чего нужно, ну, постоянство это прям. Вот это, это прям настолько сильно ободряет. Потому что, у меня, кстати, мало было видений, но одно я точно видела, когда мы начали, когда Ира начала молиться, призывать ангелов, волюющих, сдерживающих или каких-то еще. Ну, в общем, как обычно. Я сразу увидела, ангел спускался с этим вот. Я уже даже память это. Забыла, как называется эта штука, которая белая, вытянутая. Сверху? Да, вот, свиток. Да, со свитком видела ангелов. То есть пошли ответы с небес. Да, мы молились за это. И да, да, да. И вообще, на самом деле, я хочу сказать, что вот очень начало года, я как бы думала, оно будет такое бодрое, но на самом деле оказалось очень затяжное в духовном плане. Очень такое прям было сильное. То есть пробивались долго и долго. А потом в какой-то период пришло такое сильное облегчение. Я думаю, что вот эти вот вещи, как это, наши вот постоянные частовые молитвы настолько сильно дали какую-то вот пробоину хорошую. Ну, то есть они так сильно открыли небеса в духовном мире, что вот лично у меня вот последние два месяца настолько пришел сильный покой, что я вообще перестала о чем-либо беспокоиться. Что бы ни происходило, какие бы обстоятельства там, ну там, то есть все, что не сваливается, оно настолько легко воспринимается. И я знаю, что это только вот начало, начало того, что открывается. И именно вот я понимаю, что молитва, она вообще все решает. Не то, что много, но вообще все решает. И на самом деле, чем, ну опять же, чем сильнее вас враг атакует, тем мы больше понимаем, насколько сильно Бог нас любит. Насколько, да, насколько мы сильно помазаны и мы двигаемся в правильном направлении. И одной из стратегий, вот которую я поняла, я в принципе до этого я понимала, за что нужно молиться, это за то, что нужно, чтобы люди становились на бод послушания. Послушание, в первую очередь, Богу, потом уже оно на физическом уровне приходит, вот. И чем больше, скажем так, приходят каких-то вещей именно, ну, из физического мира, каких-то вот, я не знаю, ну, нагруженности, тем больше ты понимаешь, что тебе нужно оставлять все и все равно идти, вот. Спасибо. Таня, ну иди, расскажи о своем видении, что ты переживала. Здравствуйте. Это еще какой-то человек, который под покромом скинье, но находится на удаленке. Наталья, у нас в Беларуси, и Таня у нас в Костроме, но они под покромом скинье. Господь мне еще открывал дома, на ночной молитве, и я думала, как я молиться могу, если Господь меня не пускает в окрестности церкви, потому что принадлежилась к этому роду, к еврейскому, и говорю, что ты от меня хочешь? Начну молиться. Я взяла, включила Ольгу Голикову. Вы представляете? Они там, а я дома, в отдельной комнате. И, бля, на меня сошло то же самое присутствие, что других там. Как важно. А что здесь, вот я приехала, так побудил Господь, время перемен пришло. Нельзя жить в зоне комфорта. Нельзя жить только для себя и для своего покоя. Аминь. Надо духовно расти, надо что-то менять, но это страшно. Ну, страшно покидать, что где-то там есть у тебя теплая крылечка, хорошая работа, что Господь поднял на работе, возвысил, а время перемен пришло. Вот это... То есть меня Господь побуждает Москву. Ну, что хочу сказать на молитве. Я сперва не понимала. Раз показал, второй раз показал, третий раз. Я говорю, что это за такие красные огоньки? Оказалось, вот темнота – это уголь. А огоньки – это вот именно наши молитвы. И там молитва в огоньках, там молитва в огоньках, там молитва в огоньках. Понимаете, если мы не молимся, мы затухаем. Вот молитва Господь, чтобы раздул его до пламени. Вот эти молитвы надо раздувать до пламени огонь Святого Духа. Чтобы зажечь всю страну. Чтобы милость Божья пришла большим огнем Святого Духа. Спасибо. Спасибо. Но я вам хочу сказать, что вот про Танечку, да? Тань, может быть, я это физически сделаю, как мы это сделали в Наталье. Просто высудим покров для тебя. Потому что мы говорим об этом. Этот человек сидел с нами в Израиль в ноябре месяце. Да? И приехала такая скромная. Всего боюсь. В жизни столько катаклизмов происходит. И все не складывается, не строится. И мы там всей командой молились за ее освобождение. Она получила там освобождение. И вот она сейчас свидетельствует о том, что в ее жизни все поменялось. С ноября до сегодняшнего дня. Это сколько прошло? Полгода? Полгода пришло. И в жизни человека многое что поменялось. И она сейчас вот... Я говорю, я вам хочу сказать, что она очень большую лекту внесла в ночную молитву, которая проходила. Зажигала. Вы знаете, понятно, что пастор зажигал. Понятно, что Света зажигала, как лидер молитвенный. Но это один из тех зажигалок, которые делала основное дело на ночную молитву. Ну, кто еще хочет сказать? Света, ты будешь говорить что-то? Ну, друзья, я одна из тех, кому очень тяжело ходить на ночную молитву. Пастор знает. До паники, до истерики. Ну, всегда все смеются, да? Знаете меня, да, она такая вот какая есть. Но, вы знаете, была классная молитва, вообще слава Богу. И я хочу сказать, хочу напомнить о наших старейшин, которые помнят эти ночные молитвы. И когда мы проводили их чаще, мы шли с ними мильными шагами. И Бог нам открывал то, что другим зерквям... Мы приходили, помните, на какие-то конференции ходили. И мы говорим, опа, нам Господь это уже давно говорил, они только открыли. Ну, мы делали для себя выводы. То есть это приближение к Богу сверху часов, да. И несмотря на то, что ночь стоит пять тысяч, для нашей общины это большие деньги, друзья. Вот, ну, нам было очень здорово. Юра остался. Юра, помните, кто был? Он вернулся, он до метро дошел и вернулся. Молодец тоже, слава Богу. Нас было восемь, и это было здорово, круто. Я благодарю Бога за пастора, который, знаете, вот она как вот это вот, наш такой, после Иисуса, главнокомандующий после Иисуса. Как она прорывала эту молитву. Было очень тяжело вначале, ну, как всегда. Вот. И Ира как пошла, пошла. Потом я благодарю Бога за Свету. Друзья, это просто потрясающе, как Господь через нее говорил. Я знаю Свету, у нее один год уже. Я знаю такой замечательный человечек вообще Божий. Вообще, я не знаю, сердце. Твое сердце в моем хит-параде на первом месте. Супер. Света очень добрый человек. Света средобольная такая, везде я помню. Ну, как она молилась, вот настоящий воин Христа. Да, как у нее вот это все, Боже мой, слава Богу. Ну, я немножко поныла, потому что мы три часа на ногах. Я говорю, пастор, можно присесть? Нет, нельзя. Я говорю, как в казарме. Вот. Потом мы продолжали молиться. Все было круто. Слава Господу. До четырех. Да. Рабочая, но до четырех. Да. Вот. Поэтому, друзья, пока есть молитва, будь живоскиния. Как молитва умрет, так все потому что, да. Мы не дадим умереть, да. Будем поддерживать руки пастора. И, конечно, в этот раз так получилось, на другой день рабочий день. И, ну, вот как-то так. Но в будущем призываю вас, друзья, планируйте эти ночные молитвы. Давайте будем оставаться и молиться. Все. Спасибо. Следующий. Слава Господу. А, по поводу ведения-то. Это же про наше служение. Да, да, да. Как будто вот огонь. Все. Затлело все. И началось потихоньку. Потому что два месяца не было. Это очень большой перерыв. Так что, слава Богу. Я хочу вас благодарить Господа. Потому что я как новоиспеченный помощник. Лидера молитвы. Для меня, конечно, это было, я думаю, Господь. Ну, как же, готовиться. И как-то вот, вроде, хотелось. Но почему-то так обстоятельства сложились. Что как-то вот не... Я, вроде, готовлюсь. С другой стороны, я не понимаю. И прошу Господа, Господь. Ну, ты веди эту ночную молитву. Я-то просто в твой сосуд. Ты двигайся через меня. Вот. И просто, когда Ира меня спросила, ты готова? Да, я готова, вроде. Я говорю, вот, Духи, но я все равно, Господь, ты, ты давай, веди. Потому что, ты наполняй. Я просто буду твоим сосудом. И когда вот, действительно, пошло, ну, прям как из пулемета из нас. Смотри, как погнали вообще. Ту-ду-ду-ду-ду, без остановки. Что-то молились, молились. И вот нас было мало. Но настолько Дух Святой двигался. Такие поднимались темы. В общем, все. И мы и прорывались, и связывали. И промаливали и новые поколения. И старшие. И, в общем, и Израиль, и Россию. Чтобы огонь был. Вот. На самом деле, всех вас ободряю. Прям готовьтесь тоже. Молитесь, чтобы присутствовать на этих ночных молитвах. Потому что это вообще такое время благословенное. И настолько Дух поднимается. Вот. Я просто ощутила на себе то, что вроде тело-то оно немощное. И спать хотелось. Я вообще там, Ира, слава Богу, подвезла меня. В машине заснула. Там вообще. А вот Дух настолько просыпаешься. И он у тебя прет. Просто радость. Такая вот. Такая жизнь. Просто хочется петь. Славить Бога. Вот. Просто таким огнем мы тут зажглись. Вот. Благодарю Господа. И. Драгоценные. Просто действительно. Сами старайтесь. Все-таки не ослабевайте молитвенных листов. Очень тоже важно вам уделять время. И лично. Не только вот по листочкам. Чтобы вы лично еще общались с Богом. Чтобы сокрушались перед Ним. Спрашивали. Господь. Я хочу быть твоим помазанником. У тебя есть для меня план. Я хочу исполнить это. То есть возжигать этот огонь. Чтобы вы встали в ту позицию, кто вы в теле Христа. Да. Вот на самом деле. Я даже не ожидала, что меня поставят помощником молитвенного лидера. Но в последнее время у меня были именно такие молитвы. Вот то, что вот сокрушение духа и призывание того, чтобы Господь поставил туда, куда Он хочет. Я почему-то думала, что у меня поможет все на лидер танцевания в служении. Но казалось, что на молитву. Ай, ты есть. Для меня это был вообще сюрприз просто. Но когда это произошло, я почувствовала, что действительно помазание пришло. И огонь еще больше пошел. И такая просто радость от этого, что ты можешь быть в этом. И что ты на своем месте. И ты позволяешь Богу действовать через тебя. И так это здорово. Вот это и есть свобода на Христе. Когда ты даешь место Богу, чтобы Он через тебя лился. Его желания исполнялись через тебя. Это вообще супер просто. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Все, кто был. Все, кто хотел сказать Лену Перлову. Ты чего не хочешь сказать? Слава Богу. Слава Богу. Друзья. Но я хочу сказать, что следующая молитва начинает 18 мая. А через неделю у нас вечер хвалы будет здесь. То есть вместо шабата 25 числа у нас будет вечер хвалы и поклонения. Понятно, да? То есть 18 мая у нас следующая ночная. Я вам говорю всем заранее, чтобы вы мне потом не рассказывали, что вы не планировали, что для вас неожиданно, что у вас какие-то планы образовались. Планируйте свои дела так, чтобы вы могли присутствовать на ночной молитве. Пожалуйста. А с молитвенным лидером, уже помощником молитвенного лидера будем проговаривать, когда будем делать общие молитвы. Это уже будем садиться и общаться. Лена пускай отдыхает. Сейчас наберется сил. Лена приходит. Лена у нас в отпуске. Но у Лены сегодня 25 числа был день рождения. Сегодня какой? 29. Иди сюда. Мы будем тебя поздравлять. Галя. Галя сейчас будет петь для Лены. Галя. Галя сейчас будет петь для Лены. Галя. 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 чтобы она не задухала, чтобы она не успокаивалась, не достигнула Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, не позволь ей просто уйти на пенсию. Не позволь, Господь. Пускай трудится на последних дней, сколько ты не обмерил. Во имя Иисуса Христа, но труд в хорошем смысле не похадь, не плохота, а блага... Да, блага... Благословения. Пусть стекает я твоей жизни, я твоей силы, твоим Иисусом Христа. Господи, я знаю, что когда человек просто так трудится на твоем помощи, ты восполняешь все нужды. Ты восполняешь все здоровья, Господи, и нужды, которые необходимо решать в этом мире. Я прошу сейчас от каждой клеточки и ее отгонясь в дом, чтобы он был восстановлен, восстановлен во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Чтобы каждая клеточка, Господь, принесла жизнь и обновлялась в господи, как бы, река. Маленький ручейк прополняет большую реку. Эти ручейки, они приносят свежие, свежие, свежие. Я прошу Господи, что каждая клеточка, как и есть, восполнялась вот эти вот жизненные силы в каждой клеточке, как и свежие потоки. Боимя Иисуса Христа, Господи. А что может, это только славяне? Да, Господи, это только славяне. Пусть как придут люди, которые потому, что благословение в Боге принесут. Все то, о чем она мечтает, все то, что она освобождает, тайны, комнаты, Господи, Боимя Иисуса Христа. Я буду славяне, Господи. Красавец! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья мои, Бог милостив и благ гораздо больше, чем мы представляем. И просто я призываю вас, действительно, нам всего лишь, кому-то 70, кому-то 60, кому-то 58, всего лишь по сравнению с той вечностью, в которой мы призваны жить. Поэтому, друзья, не смотрите на свои года. Если вы говорите, мне уже 35, или мне уже 55, друзья мои, вы себе ставите ограничения в вашей жизни. Всего лишь, всего лишь по сравнению с тем, что Господь запланировал для нашей жизни. Аминь. И вся слава Господу, потому что все, что вы видите, и все, что происходит в моей жизни, это только Он. Без Него я ничто. Потому что слава вся Господу. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо вам, дорогие, за то, что вы благословили в моей жизни. Я вас всех очень люблю и просто молюсь и благословляю вас, чтобы Господни воли и Божьи планы для вашей жизни не исполнились. Друзья, продолжаем дальше, потому что у нас Сергей, и просто я не могла об этих вещах не сказать, но я намного, я сегодня свидетельства ваши урезаю, потому что я хочу Сереже дать больше времени. Да, и единственное, что я делаю объявление и слово о пожертвовании 5 минут. И все. И мы передаем. Друзья, объявление таковое, вы все знаете, что у нас эмоциональное исцеление 4-6 мая у Аллы. Мы собираемся, и приезжает финская команда служить нам на эмоциональное исцеление. Друзья, я прошу вас после служения дать мне, кто будет на списке. То есть запишитесь, пожалуйста, у Лены Макеевой, кто будет присутствовать на эмоциональном исцелении. Я говорю о Скинии. Те, кто не в Скинии, если вы хотите об этом поговорить, то вы поговорите со мной после служения. Услышали, да? Друзья, дальше. Об эмоциональном исцелении я уже сказала. Время, когда мы туда приезжаем, я скажу позже. Второй момент, друзья, у меня не работает Телеграм. Не знаю, у кого работает, у кого нет. У кого-то работает, у кого-то нет. Для этого я создала, дублирую чат в WhatsApp сейчас. Но все объявления будут дублировать и в WhatsApp, и в Телеграме, если у меня будет работать Телеграм. Поэтому не старайтесь оттуда выйти. Пускай у вас будет и Телеграм, и WhatsApp. Куда будет проходить, там будете читать. Но у меня пока Телеграм не работает. Восстановлю ли? Нет, не знаю. Но при таких обстоятельствах, которые происходят в России, я не знаю. Дальше. Также напоминаю, что 11-13 мая к нам приезжает Андрей Теплинский из Хайфы. Все знают, Израиль. Кто не слышал еще об этом? Все слышали. Аллилуйя. Ну, все тогда. Я, наверное, все объявления сказала. Друзья, после того, как у нас закончит Сергей, у нас мы кушать. Кушаем. Тортики Леночка принесла и путерброды. Опять худеем. Да, Андрей? Да. Значит, получается, в воскресенье следующее служение здесь не будет? Нет, не будет. У нас первое служение здесь какое? Со второй недели. Со второй недели. То есть 3-4-5 мы в Загорянском. Это пятница, суббота, воскресенье. 4-5-6-ое. 4-5-6-ое. Мы в Загорянском. Да, это пятница, суббота, воскресенье. Мы в Загорянском. И здесь служение будет только отчет.